так 111 серия участок мурманск магадан позади остались кемерово расстояние в этой серии будет пройдено 55 километров 11 день пути на стоянке во время приготовления кофе видеорегистратор еще не был включен но радиостанция работала и один из дальнобойщиков сделал объявление и попросил передать эту информацию по трассе случилось следующее накануне он на трассе остановился кафе придорожное сейчас не помню название или восточно русская кухня или кавказская русская кухня в общем остановился ну что потихонечку припарковано несколько фур принял пищу по завтракал с утра и через полчаса у него начались сильнейшие приступы боль в животе очень хорошо одним словом траванулся называется чем траванулся сильно пришлось какие-то там лекарства принимать но сейчас не помню повторю название сделала объявление и просил всех по трассе это в очередной раз подтверждает что лучше всего брать с собой какую-то как я например редко пользовался не в кафе и московского хитом алчности в основном то что брал с собой это по крайней мере надежно растущие москвичам ставлю все на зарядку интернет уверенный мегафон или два все это есть так что еще кто подключить сам с собой уже разговариваю это не удивительно почему не светится так пошло зарядка так все заряжается все заднюю камеру еще не включил включу на всякий случай заднюю камеру вдруг что интересное на трассе не пропустить комментарий танкист Василий использование контента скриншоты и прочее конечно в мирных целях не вопрос я вот просматриваю аналитику мне приходит информация сколько людей пользуются моим контентом своих на своем канале я не возражаю пользуйтесь смотрите можете указывать адрес моей страницы чтобы переходили люди и смотрели в полном объеме скриншоты делают и полностью видео скачивают там не знаю человек двадцать может быть тридцать информация о них у меня на канале высвечивается это все наблюдаю никому претензий не предъявляю ради бога пользуйтесь потом вот авторство какое может быть там авторство что я дорогу строил что ли или деревья сажал или и прочее тут не очень корректно будет любой человек может снять и считаться что он автор автор чего видео чепуха полнейшая и потом меня вот удивляет когда почему я не включаю музыку и какое-то сопровождение радио канала потому что малейшее там совпадение 3-4 ноты и тут же высвечивается информация нарушение авторских прав там девичка какая-нибудь 2-3 раза пискнет нарушение авторских прав поэтому я если использую музыку то это из фонотеки ютуба она претензий не предъявляет и наоборот предлагает для популяризации своего канала использовать свою фонотеку так камера подключил задние так спутники поймал но это видать крона деревьев прикрывает мощно ну что выдвигаемся вроде бы все сделал петилая вода кран на улице туалет буфет гостиница все есть так что если вдруг будете двигаться на восток то вот это место можете использовать для ночевки для привала но мы прокладываем маршрут и что же нам выбрать что мне выбрать иркутск так показываю варианты поехали а тут без вариантов маршрут настроен так движение до иркутска 21 час 21 час 1483 километра через 100 метров поверните на право вот время в пути 20 часов ну естественно это это такой прикидочный вариант чтобы особо не выпендриваться в отношении авторских прав я использовал гимн России в начале видео и тут же пришло предупреждение нарушение авторских прав какой-то деятель я не знаю кто зарегистрировал авторские права на гимн России по-моему в штатах он сидит ну это что-то естественно я подал претензию предупреждение сняли ну до чего доходит дошло авторские права на национальное состояние гимна России вообще беспредел какой-то поехали так уже было 4 спутника 7 вон дальнобойщиков сколько 7 9 легковые машины и мотоциклист тут хорошее место несмотря на то что асфальта нет мне понравилось рекомендую туман на улице 14 с половиной температура опять забыл масло проверить нам сказал еще через 2 проверить через 2 суток потом поворот налево так расход бензина показывает 40 и 9 десятых литра 0 километров пройдено 35 минут как включен двигатель средняя скорость 1 км в час нормально движение в тумане природы не видно но полотно дороги отчетливо так включить противотуманные пары на улице температура 16 с половиной на улице 1 до 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 Говорят, дальше есть стоянка три сестры. Я говорил, нет про эту стоянку, что она называется две сестры. Говорят, что дальше есть стоянка три сестры. Густой туман. Видимость сколько? Метров сто, наверно. Меньше. Стоянка не раскручена. Среди автотуристов, наверное, я, например, впервые о ней услышал, впервые о ней увидел. Но стоянка три сестры, мне говорят, работает до полуночи. Затем там все закрывается. Работает только стоянка, буфет, столовая и так далее. Так, поймал 11 спутников. Расход бензина упал до 22 литров, пройдено 3 километра, средняя скорость 6 километров. 3 часа 51 минута по московскому времени, добавляем 4 часа, 7 часов, это 8 часов. Это 8 часов местного времени. Смартфон меня здорово подел вчера, в том плане, что показал время 2 часа, 3 часа разница, хотя, как меня уверили здесь на стоянке, разница 4 часа. Смартфон развеивается, видимость уже гораздо больше. И солнце в лицо. И самое, что не есть, неприятное. И самое, что не есть, неприятное. Сейчас солнышко прогреет немного землю, и там он полностью развеется. Смартфон. 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 Продолжение следует... 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 Ну, вот эти вот, догоняли меня, отгоняли. Смысл был гнать Тойота, Вольхсваген. Так, вот этот джип рванул, наверно, у него связь есть и с этими, кто включает, включает светофор. Сейчас посмотрим, какой хвост скопился там. Так, вот этот джип рванул. Смысл был гнать Тойота, Вольхсваген. Смысл был гнать Тойота, Вольхсваген. 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 Так, отключил заднюю ковер. Будем кто-то включать, когда, если не забуду, какое-то событие на дороге. Ну, вот полотно дороги, которое еще не ремонтировали, по нему двигаемся. Показывает, что колесо пробило. Снимают верхний слой. Сняли. И новые достилают. Вот скопился хвост, сколько? Десятка два, наверное, от автомобилей. И еще подъезжают. А учитывая то, что за мной колонна дальнобойщиков, как хвост вообще растянется. Боё! Я загружаю навигатор, двигаясь по Яндекс.Навигатору. Кстати, вчера радио включил. Значит, там рассказывали про автотуризм. Радио записано. Можете вернуться на автотуризм и послушать. Вот там тоже Маржоретто. Главный известный автомобилист. Известная фамилия. Ну, кстати, путешествуя по Европе, я не знаю много проехал по России или нет. Путешествуя по Европе, использовал навигационную систему. Я называю МАП-МИ. Он называет ее название МЭП-МИ. очень высоко отозвался об этой системе навигации. То, что она без интернета работает. Маршрут на строительство. Я перезагрузил навигатор, поэтому хотел посмотреть где пробки, а он стал выпендриваться. Но в низине туман вроде бы еще не рассеялся. Полотно дороги после ремонта хорошее. Отличное. Я бы сказал. Еще полностью не закончили разведку. Вот погибшие животные. Кто это был, не знаю. Рыжий. Может быть сослик, если они водятся здесь. И в район моментально налево. О, мое. О, мое. Ощущение никогда не видно. О, мое. О. Что-то у него с двигателем. Местное время 8 часов 12 минут. Странно. В Иркутске, по-моему, тоже 4 часа разница. Сейчас изменили же часовые границы. О, мое. О, мое. О, мое. Что хотят, то творят. Блин. О, мое. Не удаёшься. Ну вот. Отличная дорога. Кемеровская область. Дорога после ремонта. Маркировка, разметка. Опасные места. Огороженные полбойниками. Но там видно, сквозь туман чуть-чуть. Глубокие. Глубокая обочина. Дорога по одной полосе в каждую сторону. Один-один называется. Нет. Реверсивных участков. То есть, третьей полосы. Которая периодически приходит. То двухрядная, то однорядная. Что позволяет. Беспроблемно отгонять. Разволяет избегать длинных хвостов. Да, в низине ещё воздух не прогрелся. Поэтому туман не стой. Плотный. Плотный. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Иван усиливается Иван рассчитывал за Мариинском Или в Мариинском Остановиться на ночевку Получилось Так получилось Утро на стоянке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подошел Парень лет 30-35 Странного поведения Но одет Прилично Попросил сигарету Из Кемерово Добирается до Благовещенска Дальнобойщик не берут Автовозы Автовозы Тоже не берут Я сказал, что я тоже Благовещенска Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Версия Дальнобойщик не берут Не очень доверительная Почему? Почему ты добираешься Ну, я вопрос На автомобилях Ну, есть же поезда В конце концов Подойди Договори Без проблем Возьми билет В конце концов Второе Ну, и смысл Ты добираешься До Благовещенска Найди другую работу Что-нибудь подработай Заработай на билет Если денег нету Ну, несостоятельная Как вот Были Ситуации Когда на трассе Мошенники Паривали Людям там Цепочки Кольца Песни Разную херью Под видом золота Ну, вот что-то такое Парень Подозрительное Хочу Причем его обвинять Всякое бывает в жизни Попросил покушать Ну, я ему дал банку тушенки Пакет Пакет Доширака Подблагодарил Остался доволен Ну, что-то У меня огромный узор Доверие Потому что объяснение Странное Одет прилично Кроссовки Не Адидас Но Хорошие кроссовки Хороший Такой вот Домашний костюм Типа Спортивного Светного цвета Сейчас Я спрошу Ну, ребят Может Мы идем Повнимателем На планку Заходить Попробую Ребята Сегодня Из вас Кто-нибудь Начивал На стоянке Две сестры Меня интересуют Две сестры Там Парень Ходил Один Добирается До Благовещенска Вы Не слышали О нем Ничего? Он сказал Что несколько дней Никак не может Уехать На попутках Я сказал Ну, добираться Надо на этом На поезде Если какие проблемы Ну, вот У него Четкая такая Позиция На автомобилях На Фурах На автобусах Но его Никто не берет Надет Вроде бы Прилично Красотки Такой костюм Полу Спортивный Что ли Домашний Трезвый Эй 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 Куда ты разогнался Ёмоё Техкомик Ну вот догнал меня. Сейчас дальше пойдет, но пошел на обгон. Ну куда ты, видимость-то, ё-моё, никакая. Ну ладно, удачи тебе, Харатэгэ. Какая-то синяя туманная. Какая-то синяя туманная, какя-то синяя туманная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можно было бы одеть желтые очки Неохота устанавливаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok